Приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости. Сегодня мы, как всегда, в субботу, будем обращаться к Слову Божию, к своему опыту, к опыту библейских героев. Я в детстве очень не любил слово воздержание. И так ничего нельзя было, а потом еще мы стали все чаще и чаще слышать на молодежных собраниях, воздержание чуть ли не от всего. Не могу сказать, что сегодня это любимое мое слово. Кто из вас любит это слово? Мне легче всего удается воздерживаться от чрезмерного употребления мяса. Я вегетарианец. Я родился в такой семье, и это даже не моя заслуга. А вот с жареной картошкой сложнее. В общем, это всегда усилие какое-то над собой. У вас тоже так бывает? Sometimes. Ваня говорит иногда. Какие ассоциации у вас вызывает это слово «воздержание»? Хочу, но нельзя. Отказ. Ограничение. Ох, как нам не нравятся ограничения. Это христианская добродетель наименее популярна в мире. Она как будто бы сдерживает нас, спутывает нас. И очень немногие практикуют это сознательно и намеренно. Я хотел бы показать небольшой ролик, который приготовили мои помощники. Спасибо им большое. О человеческих страданиях во время воздержания. Пожалуйста. Вот тебе зефирка. Я тебе их дам. Если дождешься и не скушаешь ее, тогда я, когда вернусь, дам тебе вторую. И я, когда вернусь, дам тебе вторую. И я, когда вернусь, дам тебе вторую. И я, когда вернусь, дам тебе вторую. Да, последний герой удержался. Вы знаете, то же самое происходит с нами. Мы тоже так же страдаем. То хочется, то сдерживаемся. Так или иначе мы переживаем что-то похожее. А все вокруг призывает, попробуй, испытай. Новый вкус сезона. Не тормози. Скушай что-нибудь. Знаете эту рекламу всяческую. На нас просто обрушивается шквал такой информации, зазывной. И если бы не было способности воздерживаться, если бы не было ограничителей каких-то. Вспомните, как давно вы давали себе обед не есть после шести. Ложиться до двенадцати. Или начать делать физзарядку по утрам. Кто давал такие обеты? Поднимите руку. Все поднимайте руку. Вы знаете, один мой приятель, он как-то заключил завет с друзьями на тысячу рублей. Что он будет ложиться до двенадцати. Если он вдруг ляжет хотя бы на минуту позже, то он должен будет каждый вечер откладывать по определенной сумме. И если он уходит даже один минуту после двенадцати, то он должен был поставить тысячу рублей. И каждый вечер для него был мукой. Он просто в последние секунды залетал из души под одеяло и быстро отзванивал друзьям. Что все, я уже в постели. И, наверное, еще много чего было не пересмотрено в интернете, в телевизоре. Но все-таки несколько тысяч он заплатил. Для многих именно деньги являются ограничителем. Для кого-то ограничением становится потеря здоровья. Когда уже чего-нибудь вырежут, человек вновь разбросает пить, курить. И кого-то ограничивает самосмерть. И, согласитесь, самое трудное для человека — это принять сознательное решение, ограничить себя в том или ином случае. И, наверное, самое сложное решение — это для человека, чтобы интенсивно решить, что я буду применять себя в этом или в этом случае. Сознательная умеренность — это то, что Господом заложено в нас. Но мы научились отключать этот ограничитель. Мы извиняемся, мы говорим себе, ну, еще в этот раз. А потом уже, не-не-не. Или потом разгрузочный день. Или с понедельника начнем сначала. Что Библия говорит о воздерживании? Давайте прочитаем несколько библейских текстов. Послание к Галатам посмотрим. И второе — Петра. Пятая глава, 22-23 стих. Здесь апостол Павел перечисляет плоды Духа. И вот они. Плод же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие. Вера. Кротость — воздержание. На таковых нет закона. Галатам 5 глава, 22-23 стих. Почему воздержание попадает в список христианских добродетелей? Наряду с любовью, кротостью и так далее. Почему это так важно? Прежде всего, апостол Павел здесь дает четко понять, что это не свойственное нам состояние. Он говорит, что это плод духовный. Этот плод появляется в результате духовной деятельности, духовной жизни, духовной активности. Духовной борьбы, духовной зрелости. Это когда мы сознательно включаем ограничительность в том или ином случае. Это когда мы позволяем Духу Святому побуждать нас к этому. И, к счастью, этот процесс может начаться в любом возрасте. В зрелом возрасте многие из нас пришли к Богу и научились воздерживаться от многих вещей. В Писании мы находим примеры того, как Господь приучал к воздержанию еще не родившихся людей. У Господа были планы относительно Самсона. Планы относительно Иоанна Крестителя. Еще до их рождения Он обратился к их родителям с просьбой. И в книге Судей, 13 главе, 7 тексте, прямая речь. Не пей вина и секера и неж, ничего нечистого, говорит Господь. Это было обращение к отцу Маною. И говорит, и передай жене своей, пусть не пьет вина и секера, сказал ангел. И не ест ничего нечистого и соблюдает все, что Я приказал ей. О чем говорит такая забота, такая перестраховка, кажется, со стороны Бога в отношении своих слуг, которые родятся? Наверное, что-то значит. Как ведет себя мать, как ведет себя отец. Чем они питаются, что они пьют, насколько они воздержаны. Наверное, не надо долго объяснять, что наши дети рождаются подобиями нашими. Элена Уайт в книге «Воздержание», она, описывая вот именно эти два случая, говорит о том, что благодаря влиянию матери, ребенок склоняется к козлу или к добру. Благодаря образу жизни родителей, ребенок становится либо под защиту Христову, либо поддается страстям дьявольским. Аналогичная же история с Иоанном Крестителем. О нем говорится в книге пророка Малахия, 4 главе, что это будет необычный человек, величайший пророк. Малахия, 4, 5, 6. Послушайте характеристику. Вот я пошлю к вам Илью пророка перед наступлением Дня Господня, великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям, и сердца детей к отцам их, чтобы я пришед, не поразил земли проклятием. Четвертая глава, пятый, шестой стих. Малакия, 4, 5 и 6. Вы знаете, он придет не мечом рубить налево и направо. Он придет с тем, чтобы сердца людей изменить. Это гораздо сложнее. И когда Господь готовил рождение этого Ильи, то есть Иоанна Крестителя. И Господь тоже предрек, говорит, он не будет пить вина Исикера, и Духа Божьего, и Духа Святого исполнится от чрева Матери Своей. И удивительно, как повзрослевший мальчишка Иоанн Креститель вдруг принимает самостоятельное решение уйти в пустыню, жить там, чтобы постоянно пребывать в общении с Богом. Мы немного знаем о том, когда Он ушел, как Он ушел. Но в какой-то момент Он пошел на это решение, что «Я хочу уединиться». «Я хочу быть наедине с Богом». «Я не могу жить здесь». И Он одевается в кожаные шкуры, в одежды. Из верблюжьего волоса одежды, в кожаный пояс. Удаляется от всякого комфорта жизненного. Чтобы приготовиться. К своей миссии. Эллина Уайт говорит о том, что подготовка к победе начинается гораздо раньше. Победа в воздержании. Воспитываемые нами дети находятся либо во власти Христа, либо во власти Сатаны. Это звучит жестко, правда? Ну как, детки невинные. Если нам не удается оторвать своего ребенка от какой-нибудь компьютерной игры в течение часа, двух, трех. Если мы не можем оторвать его от телевизора. Если мы не можем пробудить никакое духовное начало в нем. И видим только одни капризы, страсти. То мы понимаем, что очень многое упущено. Но Бог в любом возрасте может влиять на нас. Нужно раскрыться его влиянием. Впустить его в свою жизнь, в свои мысли, в свое сердце. И Бог обещает сделать свою работу. Воздержание, конечно же, важно не только в еде, питье. Это затрагивает все сферы жизни. В послании Иакова, апостол Иакова в первой главе, в девятнадцатом стихе говорит следующее. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек добудет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев. Первая глава, девятнадцатый стих. То есть мы должны сдерживать и свои эмоции, и свой гнев, и свои слова. О словах даже страшно читать. На что способен язык? А язык укротить из людей никто не может. Иакова третья глава. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Вы сталкивались с таким ядом? Все сталкивались. Никто не источал. Источали. Вы знаете, это случается так легко. И разгорается так быстро. В нашей среде это случается. В нашем окружении. Кто-то что-то не так сказал. Кто-то не так услышал. Никто услышал. Испорченный телефон. И мы потом видим, как это пламя вспыхивает. Это тоже надо сдерживать. Потому что это ранит. Это убивает. Это разрушает. Что так опасно в этом невоздержании. Я хотел бы отметить несколько важных пунктов. Прежде всего, это разрушает духовное начало. Разрушает здоровье. Морально и нравственно человек разлагается. Делает нас все менее и менее похожими на нашего Отца. Мы все менее человечны и менее гармоничны, как Личности. Мы теряем вкус к полноценной жизни. Всем известен, наверное, эксперимент с крысой, которую закрыли в клетке. Наверное, все слышали, но я его повторю. В клетке была педаль. И крысе в определенный участок мозга, отвечающий за сферу удовольствия, вживлен был электрод. Нажимая на эту педаль, крыса получала удовольствие неимоверное. Вы знаете, как закончилась ее печальная жизнь. Вернее, счастливая жизнь. Она умерла от удовольствия. Она не ела, не пила. Ей ничего не интересовало. Только удовольствие. Как хорошо, что нет такого аттракциона для людей. Потому что нам тоже очень трудно удержаться, если нам что-то нравится. Компьютерные игры, фильмы. Какая-то еда не очень полезная, напитки. Слава Богу, что у нас есть свет из Писания, который сдерживает нас. Есть совесть, есть разум. Мы анализируем, мы принимаем решения. Мы анализируем определенные вещи, мы делаем наши решения. Но иногда падаем. Апостол Иоанн классифицирует все грехи человеческие на три группы. Апостол Джон классифирует все грехи человеческие на три категории. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. Гордость житейская. То, что мы потребляем во всех смыслах для Своего тела, тешит нашу плоть. Все, что мы видим и чего желаем, что тешит наши чувства. То, что тешит наше самолюбие, нашу гордыню. И так окружает нас всюду. Вы помните, как Еве понравилось, как выглядит этот плод? Она узнала, что приятно на вкус. Она узнала, что это дает знания, и можно стать как Боги. Вы знаете, мало что изменилось. Аналогично звучит сегодня реклама. Оказывается, есть обычное пиво, а есть пиво для настоящих мужчин. И так всегда будет. Потому что дьявол знает, за что задеть. На какой стране сыграть. Что же дает воздержание? Чему способствует? Еще раз давайте посмотрим. Гармоничному, полноценному развитию Личности. Личности, не скованной плотскими путами. Это дает возможность пережить духовный опыт. Это является основанием для других многих добродетелей. Без воздержания очень многих добродетелей просто невозможно. Мы обретаем вкус полноценной жизни. Я видел семью лично своими глазами, которая не выходила из дому. Они живут в Техасе. И соседи моего брата. Мы с братом собрали хороший урожай. Такие арбузы, дыни. И мы решили всем соседям дать. И овощи. Но поскольку это раньше, там всего было три соседа. И двоим я занес эти подарки. Когда я пришел к третьим, я увидел картину, которую мне описывал брат, но мне было трудно в это поверить. Там был очень большой мужчина. Он сидел в каком-то кресле, которое так регулировалось рычагами какими-то. Я поздоровался, предложил фрукты, овощи в подарок, просто так. А он сказал, я боюсь, он сказал как-то неправильно так по-английски. Он сказал, нам не нужны овощи, нам нужно пиво. Все, что они делали, они пили пиво, ели чипсы, смотрели большой телевизор. Теряется человеческий облик. Личность перестает быть сбалансированной. Появляется такой аппендикс, состоящий из пива и чипсов. И все. Кажется, это вся личность. Вы любите сладкое? Кто любит сладкое? Кто любит соленое? Я уверен, что вы не едите ложками. Ни то, ни другое. Ты ешь сахар ложками? А, шоколад ложками. Нет, соль и сахар. Давай так скажем. В этом смысле мы себя бережем. Мы не едим соль ложками. Но иногда мы очень большими ложками потребляем другие вещи. Воздержание нужно для того, чтобы не потерять вкус. Иисус Христос отправился, прежде чем пошел служить, прежде чем пережил искушение, отправился на 40 дней в пустыню. Зачем? Показать нам, как надо поститься? Или, может, как-то самоистязанием занимался? Зачем Он ходил в пустыню? Почему Он ходил в пустыню? На картинах, где изображают Иисуса в пустыне, Он очень худой, измученный, сидит уставший. И саму историю очень часто описывают, очень грустный, печальный, в том смысле, что Ему было трудно. Он страдал. Он умирал с голода. Хочется даже как-то предположить, что, наверное, Он сидел и думал, 10 дней, 20 дней, 30 дней, ждал конца. Что это было за воздержание? Свято место, пусто не бывает. Иисус Христос постился не ради поста. Это не было каким-то безумным самоотречением. Это было безраздельное и упоительное общение с Отцом. Это когда Он так общался с Отцом, что забыл о еде. Это когда тебе так дорого общение, что ты не думаешь больше ни о чем. Это значит, что для тебя это важнее всего. Иисус Христос готовился к тому, чтобы пережить испытания, которые грядут. Когда дьявол искушал Его искушением плотским и сказал Ему, если хочешь, сделай эти камни хлебами, если ты Сын Божий. Иисус отвечал очень просто. Он цитирует Писание, Второзаконие, 8 главу. Он говорит, не хлебом единым будет жив человек. Когда последовали другие искушения, Иисус также отвечал, цитируя Писание. Но в первом ответе Иисуса кроется глубокая истина. Человек живет неплотскими вещами. Человек — существо духовное. Человек — это дитя Бога, который есть Дух. И Господь хочет взрастить в нас полноценные духовные личности. Иисус устоял в этих искушениях. Потому что Он понимал ценность того, что Ему предстоит. Он дорожил тем, что только что произошло. Он знал планы Отца. Он знал, что перед Ним великая миссия предстоит. И никакие соблазны не могли сбить Его с пути и остановить Его. Никакое другое желание не стало более страстным для Него, нежели желание исполнить то, что Отец приготовил. Можно сказать, что Иисус был в этом смысле неудержим в желании исполнить волю Божью. И все потому, что проводил с Ним время. Знал Отца. Дорожил теми минутами и часами с Ним. Чем мы заполняем свои умы, друзья? Чем заполняем, то и практикуем. Именно поэтому так часто и так важно ежедневно окунаться в духовный мир, в мир духовных историй, духовных переживаний, духовных ценностей. Окунаться в мир духовного опыта самого Иисуса. Поэтому так часто отсюда с кафедрой твердят, читайте Библию каждый день. Каждый день читайте об Иисусе хотя бы час. Это нужно для того, чтобы знать, кто нас создал. Закрылся телом на Голгофе. Чтобы осознать тот дар жизни, который Он нам подарил. Более того, Он доверил нам особое дело, то, которое Он начал. Являть в этом мире любовь Отца. Когда мы начинаем служить, когда мы начинаем отдавать частичку себя другим, нам постепенно приходится забывать о себе. Тогда воздержание не становится такой большой проблемой для нас. Такой непосильной задачей. Потому что святое место пусто не бывает. Нельзя быть воздержанным ради ничего не делания. Когда мы в единении с Богом, мы получаем великую цель, большую задачу, и тогда нас ничто не может остановить. Ничего не может нам помешать. Потому что растет великое желание исполнить Его волю. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Помолимся. Отче Небесный. Мы признаемся Тебе в том, что очень часто проводим жизнь впустую. Мир изобрел столько вариантов, как убить время. Мы молим Тебя, Господи, дай нам чувство времени. Дай нам, Господи, осознавать, что действительно ценно в этой жизни. Дай нам выделять большую часть времени для того, чтобы общаться с Тобой, чтобы познать, как Ты благ. Мы, Господи, побуждаем друг друга, напоминаем друг другу о том, чтобы чаще обращаться к Слову Твоему. Мы молим Тебя, чтобы Ты побуждал наши сердца к этому. Мир нас очень сильно отвлекает. Но мы хотим быть, Господи, Твоими детьми. Мы хотим быть в числе спасенных. И здесь мы хотим быть большой, успешной, процветающей духовной церковью. Молим Тебя, чтобы Ты был с нами. Если, Господи, Ты не с нами, если мы не будем держаться за Тебя, молим Тебя, поддержи нас. в нашем желании, в нашем стремлении быть с Тобою. Аминь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok